Да, это профессиональные брюки, профессиональные лейлоперы. И оценка условий и выбор площадки зачастую оказывает, производит не сам инвестор, а как раз его партнер. Причем каждый из них, что интересно, может претендовать на региональные и федеральные преференции. Вот когда они делятся на два, один строит и предоставляет в аренду помещения, они, как правило, как и региональный инвесторный проект, приоритетный по режиму. Я думаю, в каждом регионе есть такой режим преференциальный, да? Ну, я уже скажу про у нас, с системами региональной поддержки. Да, извините, подразумевала. По стоимости земли. Конечно, государственная земля, она всегда будет в приоритете, это в фасеров или в государственных парках, да? Допустим, но на тех же частных площадках она рыночная, но там более гибкий подход у управляющих. В ПЛП у нас в государственном парке, который земля, как я сказала, в собственности управляющих компаний, здесь стоимость фиксируется. Это как плюс, может быть, как и минус. То есть у нас рыночная стоимость, как бы он говорит. Но невеста удобно в чем. Заходя в проект, он сразу просчитывает и затраты на инфраструктуру, ну и на деньги, соответственно. Потому что стоимость у нас сразу подразумевает возможность пристегления. Я правильно понимаю, что, например, в проекты типа ПЛП, это большая как бы глинфилд территория, заходят чаще всего крупные инвесторы под застройку, да? А, ну скажем, в Бронфилд, туда уже помельче, да? Да, конечно, конечно, все-таки. И это как раз тот фактор, почему мы не конкулируем. Мы скорее дополняем друг друга для разных категорий инвесторов. И у нас наоборот. Были такие прецеденты, когда компании вырастали из арендных, скажем так, условий, и приходят к нам, вы на территорию, даже везут собственные проекты. Вот у нас сегодня два, три проекта, государственные проекты. Ну, то есть важно для региона обеспечить на разных стадиях роста и для разного масштаба предложения, ну, скажем так, каждой категории, да? Абсолютно. Абсолютно. Если вы говорите о стратегиях региона, то, наверное, Новосибирск, здесь Новосибирская область. Наверное, эта стратегия, когда, скажем, важен каждый проект. Мы, наверное, вот так сейчас работаем, да? И как раз персональный менеджер. Вот это то, что у нас сейчас работает. Вчера Белгород рассказывал, он еще подхватывает и стартап-стадию для микробизнеса, бизнес-инкубатор. Ну, это отдельная стадия, она немножко здесь за скобки. МОСП-шная тема. МОСП-шная тема, да. У нас есть бизнес-инкубаторы, но они нормально устраивают в эту инфрацию. Это же три. В любом случае, здесь власть структура, которая НОСП поддерживает. Да, я чуть позже тоже скажу, те же парки, они могут так же становиться инфраструктурной основой для таких проектов. Ну, вот, допустим, сейчас по программе 250-250, мы тоже сейчас рассматриваем такую возможность на территории крупного парка сделать, более мелкий и изготовлен производственную площадку. Вы Минековскую программу, да? Для аудитории есть программа в рамках национального проекта, реализует ее Министерство экономического развития. У нее достаточно сложное казенное название обеспечения инфраструктуры, субъектов малого среднего предпринимательства, в простонародье мы ее как называли, там, для 250 частых парков. Вот так вот, да, если по... Ну, здесь как раз вот синергия ПЛП частного и государственного позволяет нам, в том числе, и в такие программы входить, потому что у нас как получается? Де-юро, управляющая компанией частная, это акционерное общество. Ну, де-факто, понятно, парк государственная, земля была изначально государственная, инфраструктура построена на государственные деньги, и сейчас она на балансе тоже управляющих компаний, которые имеют статус сетевым, соответственно, и перешла к следующим, как раз с инфраструктурным особенностям тех или иных площадок. Ну, конечно, парки здесь выигрывают. У кого? По сравнению с другом, у всех остальных. Да, у всех остальных. С неподготовленными территориями, но за городов. Конечно, организованные площадки, они, конечно, выигрывают, ну, это ни для кого не секрет. Если говорить про тарифы, вот, коллеги вчера говорили про то, что тарифы лучше всего официально устанавливать, мы идем именно этим путем государственных парков. То есть у нас все тарифы прожащенные, департальные по тарифам рассчитаны, и, соответственно, как повторюсь, инвестор на входе может оценить все свои дефраты. Это будет рассчитать все сроки. Если говорить про наши ПАСЭРы, то инфраструктура сейчас в процессе создания, и был выбором как раз, наверное, не рассматривал с нескольких вариантов возможностей финансирования строительства инфраструктуры. Чуть позже, правее, скажу, выбор или фонд развития моногородов. По тарифам, конечно, вот уже на эксплуатацию, конечно, здесь тоже государственные площадки где-то будут выигрывать по сравнению с частными, особенно неорганизованными, скажем так, потому что здесь зачастую будет и стоимость присоединения больше. Это предположение или это факт? Это факт, это опыт. Мы, конечно, проводим анализ, мы, конечно, сравниваем соседей, и часто же бывает как. Вот у нас, я повторюсь, допустим, в государственной партии земля не бесплатная. Она просто дешевая. Ну, на первый взгляд, может даже и так не показаться. То есть, ну, на самом деле, да. А на второй? А на второй, когда инвестор посчитает стоимость присоединения на неорганизованной площадке, он скажет, да, я вижу, к вам. Ну, по алгоритму реализации здесь, конечно, организованные площадки они тоже выигрывают. Это прозрачный, понятный, просчитываемый механизм. Немножко мы сейчас столкнулись со сложностями в ТАССЕЛе, потому что как раз агентство тоже делало сегодня функцию вот такой координации здесь, потому что несколько участников получается, это и региональная власть, и муниципалитет, и федеральная. Теперь еще и корпорации, агентство. И инвестор. Поэтому это все нужно объединить. С точки зрения специализации, опять же, для каких-то площадок она может быть плюсом для инвестора, а для каких-то она может быть минусом. Ну вот, допустим, в биотехнопарке, нашем специализированном отраслевом парке, биотехнологии, там, конечно, специализация обназначена плюс. Там все сделано для развития этих компаний. А, допустим, в нашем ПЛП, который, мы правильно сказали, это крупные предприятия, что сюда садятся. Вот, муниципалитет, в муниципалитетах селевой парк, властей четко, в результате у нас техническое ограничение. Здесь есть аэропорт, там, водоемки и производства, то есть вот такие-таки моменты. Я думаю, в частных это так же. Ну, понятно, в ТАСЕРах есть ограничения, связанные с определенными видами деятельности, которые для каждой такой территории устанавливаются. И требования к инвестору. Соответственно, в ТАСЕРе они есть, на других территориях их нету. Хотя вот в парках государственных у нас, конечно, есть формальные требования тот же бизнес-пан отчет, но это скорее ситуация договоренности. Когда мы просто договаривались, по сути, для инвестора. Скорее показатели важны, наверное. Да, конечно, показатели важны. Не сам документ с раскрытием. Ну, и по льготам, однозначно, конечно, ТАСЕРы здесь выигрывают. Вот тут осторожней, пожалуйста. Потому что я... Ну, на первый, опять же, взгляд. А, если по льготам. Ну, и именно по финансовым преференциям. Ну, я уже упомянула электронную коммерцию. То есть для них важно, потому что много людей, соответственно. Если говорить про все остальные площадки у нас в регионе, то регион не делает различий между инвесторами. Независимо от того, какую площадку инвестор удирает, региональные меры поддержки, они одинаковые. Достойное завершение вашего выступления, я думаю. Спасибо большое, Елена, за вашу рекомендацию. Вот у вас полученный парк только убрал. Только осторожно, все это вопрос будет овергинку. Сейчас у нас есть в процессе создания. Вчера даже здесь, на форуме, было подписано соглашение. Ну, будем надеяться, что появится участник управления. Нам, еще раз повторюсь, как институт развития, на каком площадке мы не можем. Главное, чтобы он реализовался. А сейчас, уважаемый Денис, я слово предоставляю вам, руководителю управляющей компании ProBusiness Park. Да, насчет вопросов зала я ориентируюсь все-таки на ваши руки. И, в принципе, по завершению я оставил время, чтобы можно было или всем спикерам сразу, это тоже очень хорошая возможность, не одному конкретному спикеру по-живому задать вопрос, а, может быть, попросить такой блиц-опрос сделать, задать свои вопросы. Потому что вот мы сейчас выслушали позицию общего, как бы тактики и стратегии работы с инвесторами, позицию государственной управляющей компании для сопоставимости обязательно надо задать слово. И было бы неразумно не выслушать позицию управляющей компании. Ведь, скажем так, ни для кого, наверное, не секрет, что до корпорации развития доезжают либо крупные, либо внешние, либо невиннилые. Или, скажем так, по пути, по пути, в корпорацию редко, наверное, кто заезжает. А вот, скорее всего, к Денису, к его команде, и еду, в здании какие-то стоят, дай-ка я посмотрю, что же там такого интересного. Наверное, заезжают. Что нового? Денис. Поделитесь опытом. Скажем, кто ближе к теме, да? Кто ваш портрет инвестор? Ну, более подробно расскажет, приходил, если, как раз, агентство участия в Террибе Ивана, что касается, почему фразу дал, в частных взяли пакет в ВИПе, потому что это, как раз, наш проект, это было бы в этом году, в следующем году, 10 лет. Погромче, пожалуйста. Я не знаю, хотел попросить чуть погромче. То есть, так, чуть-чуть. Справа-влева. Нет? Нет, где они, но это что-то не может. Попробуйте еще раз, или запустите. Или вас попросим. Бывает, иногда залипает. Сейчас попробуйте. Правый ряд, пожалуйста. Для начала пару слов по самому проекту. Значит, проект находится в городе Диаболе. В частный проект, Гвинтл. Комараметр проекта общей площадью 240 метров, почти, вложение этой структуры сейчас порядка 1,1 миллиарда. Вложение резидентов уже в парке 1,2 миллиарда. И плановые показатели 28 миллиардов через 3 года. Срокализация, 22-й год. Все остальные. Созданы, соответственно, пророчие компании, сетевые компании по электричеству по воде, идентификации. Что хотелось бы сказать по поводу, мне понравилось вступление Аликсия, сочетание параллель провести между коммерческостью, и вот завели уже некую концепцию территории парка как некий основной важный документ для развития территории. В принципе, понятно, что в концепции включаются бизнес-план, мастер-план, все эти вещи подписаны на стандарт, по гостям. Есть сеть, они все разведены по площадке. Снова подключение 2-3 дня составляет по всем сетям. Два месяца назад. Один, хочется остановиться. Были 10 кружочков, и было такое теплое доверие. Имеясь частным проектом, соответственно, какое губернаторное преимущество, мы видим, что вот это мимо нас, губернатор мимо нас, ну, может, там, случай, когда Михаил хочет, расскажет. Значит, какое самое главное преимущество в украинской компании и чартерном парке? Это работа с резидентами. Это создание тех условий, которые, в принципе, их заставят, скажем так, или позволят обойти, решить те вопросы, которые у них есть при работе в украинской компании и при выборе нашей початки. Значит, надо отметить, что сейчас уже возникают вопросы кокосового подхода резидента не просто пабука зимирного участка, а, собственно, хочется к клиенту, резиденту зайти и реально начать развивать свой бизнес. Поэтому... Вот ключ. Вот ключ, да. Соответственно, сейчас мы себе ставим базовые уже, ну, с проживкой компании, это создание объекта, это все проектные работы, это геоподряд, это, собственно, все заказчики, и мы передаем уже резиденту готовый объект по его тенеческому созданию и по согласованию с технологией. Ну, плюсом, конечно же, вопросы все, которые идут по поддержке резидента, причине вверх по поддержке нового региона, также мы показываем. Сразу же, при заходе резидента, мы встраиваем в нашу некую цифровую модель сети по поводу студов, охраны, венитриения, то есть активизируем те затраты, которые могут возникнуть у него и в локальном размещении. Плюс сейчас мы разрабатываем политику депо-ширинга наших помещений, транспорта, оборудования, потому что в следующем году у нас такая будет, которая появится. Ну, в общем, что хочу сказать. Главное, наверное, в работе частных парков, это врач-компания. Она должна быть партнером вашему резиденту, должна думать, какие у него есть заботы, интересы, и, следственно, как бы, спрос про рынка, это данные на начало 19-го года. Мы видим, что у нас растеряная структура по нашей аналитике заставляет 60% промышленного производства, а остальное – это ритейл. Так, все-таки, мы парк инстериальный, мы продолжаем встречать не менее 50% промышленного производства на территории. Так, как регион, все-таки, у нас исторически строился, это энтулурги, прошлое настроение, то невидимо, что 50% это металлоработка. Что касается про еще тренды и запросы резидентов. Ну, понятно, что сейчас происходит некая автоматизация процесса их технологизации, возможность сокращения человеческого ресурса в плане самого объекта. Не всегда, до сих пор остаются минимальные деньги, с точки зрения стоим среди них обвлечения. Ну, наверное, все-таки слово «экстол», «бетон», «пию». Нет, Михаил, я позже, мы с первого вас допытались. Смотрите, здесь можно несколько слайдов назад отристать. Вот обратите внимание, да, миллиард инвестиционной инфраструктуры – это частный. Вот, ну, для меня лично, как бы, такой порядок цифр, это чаще всего звучит в государственных проектах, да? То есть, это инвестор положил свои средства. И вот, я так понимаю, ваш же парк находится не в городской черте. Ну, на самом деле, он находится в местной части. Ну, в городской черте. Ну, в КАТ, как раз, в КАТ. В первую очередь, внешняя сторона и КАТ. Вторая очередь, программа внутри КАРа. В КАРа. В КАРа, 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 в КАРа. В КАРа, в КАРа, в КАРа, в КАРа. В КАРа, в КАРа, в КАРа, в КАРа, в КАРа. В КАРа, в КАРа. Я полагаю, что те, которые с автомобилями, это живые снимки. Вот слева, которые, это, наверное, концепт будущего. Нет, это все живое. Все построено. Тот мне отсюда показал, что оно больше похоже на видовые кадры, концепт эскиза. А, вот, вот, вот. В чем архитектурный подход, он обязательно согласованием украинской компании. Потому что, так как это территория города, это требования безопасности. Я правильно увидел, вот здесь, значит, половина по отраслевому, текстиль, металлообработка, да? Может, по всем виден цвет. И химия, как бы, тоже. Как вы сочетаете, ну, допустим, там... Ну, это не относится к нашему парку, это вот некий срез по подходящим заявкам нашему региону. А, по региону, скорее, да? Ну, часть из них, оно, собственно, доходит до вас. У нас четвертый, пятый класс опасностей. Влияет ли сложившаяся производственная специализация резидентов на размещение следующих? Входят ли они в кооперационную компанию? Да, как раз это тоже для запросов в речь компания, создавать некие условия, связанные цепочки и процессорные связи для того, чтобы создать свои связи. Ну, то есть, вы, получается, говорите не то, что вы можете... Я так понимаю, вы представляете, в том числе и финансовое плечо, и инвестору, да? И, получается, дается информация резиденту о том, что он может встроиться в какую-то цепочку смежников, если я правильно... На этом методе. Вообще, в первых переговорах мы для себя выясняем, что будет делать резидент, и цельный выбор сбыта, какие-то защиты, соответственно, мы уже, исходя из его требностей, можем рассмотреть, с кем из наших текущих резидентов он будет в цепочке кондициональной. Ну вот, мы как раз эту мысль развивали мы вчера, после пленарки, про вот такой вот пилотаж управления управляющей компанией, когда компания уходит от, цинично говоря, торговли площадями и землей, и выстраивает синергетический эффект. Есть, конечно, мнение о том, что это достаточно хрупкая цепочка, если ты выстраиваешь отраслевую, как бы, да? Ну, скажем... Это не в полномерии пастырь? Ну да, да. Это скорее опасно в такой системе, ну, допустим, по автомобилестроению, где там, ну, финишер КамАЗ, например, да, или другой автогигант. Если у него проблемы, и он переходит на четырех, там, пневку и все так, то, собственно говоря, проблемы финансовые начинаются у всей цепочки автокомпонентов, да? А здесь вот такая вот, как бы, горизонтальная, без явного финишера, где они просто могут дополнять друг друга, вот она, на самом деле, достаточно стабильная, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да? И такая вот защищенная. Пищевки у вас на парке нет. Пищевка у нас есть, она одинаковая, пока нет еще построенных объектов. Интересно. Есть среду производства пищевки или ритейла? Нет, нет, я про переработку сельхозпродукции, про производство продуктов питания, потому что, ну, ритейл только, понятно, хотя мы тоже будем присутствовать. Огромное спасибо, Игорь, за вашу экспертизу, за опыт, вопросов. Пока. Я теперь, уходя от частного паска, передаю слово снова Волок государственной корпорации, агенцию институционного развития, тоже сейчас у нас сибиряки, Иркутская область, Алексей Ювадов хотел бы послушать и предложить, поделиться опытом привлечения инвестора, опять же, портрет резидента, да, то есть факторы выбора. Тем более, что Алексей не всю жизнь, что называется, государствослужащий, да, это, по-моему, как раз тот хороший пример, когда из бизнеса приходят люди. И что, Михаил, в плане проще, да, то есть я, я, честно, там, у нас что-то посмотрели сначала по презентациям, потом я кардинально переделал презентацию и сделал ее, как бы, с учетом того, что, а, то есть, если здесь инвестора, да, то есть и второе, то есть, что инвестору будет интересно. Вот чего вы спросили, да. Что будет интересно, в принципе, инвестору, когда он приходит приедет, да, ему без разницы будет, ну, мое личное мнение, да, то есть каждый рассказывает свое экспертное мнение, да, какие у вас там, не знаю там, чиновничьи мероподдержки, какие у вас там ТАСЕРО существуют, какие у вас льготы, да, 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 он, знаете, как там, когда всегда, я это где-то нормально слышу, да, то есть у меня одна фраза очень хорошо понравилась, говорит, что, говорит, самое главное в этой, в стране, да, говорит, самое главное в стране люди, да, остальные все, как бы, придет так и так. Вот, я немножко переделал презентацию за сегодняшний вечер, и... И еще раз, да. Вот, это про КОООБЩЕ, да, просто чтобы общие цифры про экономику, в КОООБЩЕ, да, все просто было понимать инвестору, что, куда он идет, и почему, что происходит в этой жизни. Потом, я, как есть, да, то есть Иркутская область, это ресурсный регион, да, мы сильное лесом, мы сильной водой, мы сильным энным количеством природных ресурсов нефти и газа, но у нас проблема, единственный такой момент, что нефть и газ у нас находятся очень далеко от северных районов, да, и пока сейчас экономика добычи газа и нефти, она становится очень дорогой. И вот здесь в этом плане как-то дело. Инвестор смотрит на те компании, которые развиваются на территории Иркутской области, да, у нас идет такой, ну, среди 70 на 30 процентов, это 70 процентов это федеральные компании, которые имеют филиалы определенные на территории Иркутской области, да, 50 процентов местных, да, ну, крупные, скажем так, в том плане, что это, ну, в основном, там, лесники, да, у нас нефтяная компания одна из самых крупных в России, находится главный филиал на территории Иркутской области, да, и там возрабатывает потом нефтегазовое месторождение, да, и они развиваются. Инвестор смотрит, ну, и я, инвестор тоже приглашаю, да, то есть общую тенденцию. Инвестор, грубо говоря, когда приходит на регион, да, смотрит, что происходит, да, ну, к примеру, там, сельское хозяйство объем продукции у нас за 18-й год составил 63 миллиарда рублей, да. Дальше, грубо говоря, посевная площадь 704 тысячи гектаров, то есть у нас региона, Иркутская область, что добавить плавиво-ресурсно, да, это у нас очень сильно развита пищевая промышленность. Там, не знаю, может, вы видите там, янта-не янта, да, вот видите вещи, это, грубо говоря, горячий пол, Иркутская область, все заводы находятся в Иркутской области. У вас сельское хозяйство. Да, и плюс, грубо говоря, это сельское хозяйство, оно развивается в таком ключе, что они, вот наша Иркутская область, нас просят, да, что нам нужно заниматься, не хватает еще площадей, чтобы там посеять соль и тому подобное. Вот у нас часть вещей, короче, они, может, либо Иркутская область, потому что соль там выращивают для производства пещеряков янта. Здесь я к чему говорю, то есть вот это все имеет, да, и, как бы, представьте, какая-то не то, что происходит. Проект 100 областей плюс то, что надо, да. Имея вот такие посевные площади и вот такую выручку, да, от сельского хозяйства, произведенные там мясо, молока и яиц, да,